Я вам пообещал, что я проверил, откуда у нас пошло название Ицион, потому что это название современное. Звучать будет смешно, но тот товарищ, который начал заниматься в 20-е годы выкупкой земли здесь, его назвали Гольцман. Гольц на идыше это Эц, Герева, и поэтому его честь назвали это Ицим. В Гольц-Шиционе сейчас живет около 100 тысяч евреев, чуть-чуть меньше. Есть Эфрата, это тоже уже город, есть Битар-Элит, плюс еще полтора десятка кибуцов и поселений. Сейчас подавляющее большинство поселений здесь религиозные, есть парочка смешанных. Это Харидимный город, Битар-Элит. На самом деле практически половина жителей живут там. И Рав Афрам, как участник основания этого города, расскажет нам сейчас несколько слов по поводу этого. Афрам, когда входит в страну, начинает ходить по стране. Почему входит? Когда человек покупает, покупаете какой-то удел, есть форма покупки. Как покупаем? Даете деньги, это еще не ваше. Деньги, что не ваше, не купили. Нужно что делать? Перепахать, пройтись, 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 по-настоящему... Поступить в владение. Хотя даже кинуть свой талит. Пойти по периметру. Сделать действия. Делать действия, например, не то, чтобы купить землю с Рав Абрама, а потом в Абрисках тоже, в Немече, тоже больше, но ходят, ходят, вдоль написано, ле орка у ле рухба, вдоль поперек, иди, иди. Мы пройдем ле орех. Именно по дороге. Купить эту землю надо дать тебе, но она еще не твоя, нужно не подходить. Это одна причина, то другая причина более важная. А человек куда-то ходит, чувствует, что это его, он понюхается этим любовью. Прежде всего, когда пришли сюда, то поставили палатки, и вначале ездили раввины, привозили туда еду, привозили раввинов на уроки. Они там оставались почти полгода до зимы, если я не ошибаюсь. И только в зиме начали делать определенные постройки. Вопрос, откуда пошло имя Пейтан? Смех и грех называется. Трумпельдор здесь однозначно не понравился. Вы зря так говорите. Секундочку, сейчас объясню. Один из папы одного из учеников из Южной Африки. Он был битаровцем, который еще помнил Трумпельдора. Который был битаровцем у Трумпельдора. Оттуда уехал в Южную Африку, и его сын приехал в Махонмиир. И когда он узнал, что Махонмиир начали здесь, сели на высотки. Это недалеко от того места, где стоял Бейтар, город Бейтар. То он начал, как бы так сказать, финансировать. И в частности попросил, чтобы это назвали Бейтаром. И здесь была двойная игра. С одной стороны, честь Трумпельдора, потому что он был выходцем из движения Бейтар. А с другой стороны, потому что здесь недалеко был действительно исторический Бейтар. Исторический Бейтар, где он был и когда? Исторический Бейтар точно не знают, но плюс-минус в этих краях. Но он был намного больше. Он был намного-намного больше. Скорее всего, он был чуть-чуть западнее, но может быть и до сюда он тоже доходил. Но Бейтар, по которому Гимори сказано. Да, да, да. Бейтар, по которому Гимори сказано. Только птички были не рассеченные.